Меня зовут Афанасьев Денис. Мы представляем вам уникальную информационную среду, которую можно назвать с одной стороны и социальной сетью, с другой стороны и облачным сервисом, который возник из моей потребности решать конкретные изобретательские задачи. Я сам изобретатель, у меня есть изобретение плонарного концентратора, и когда я стал решать задачу по его коммерциализации, воплощении в техническом плане и так далее, я пришел к пониманию, что с этой конкретной задачей я могу сформировать 3-4-5 стартапов, которые могут отдельно существовать, коммерциализироваться и превращаться в самостоятельный бизнес. Собственно говоря, из понимания того, что одной команды, которая есть у меня сейчас в наличии, реализовать все 5 стартапов я не могу, пришло к пониманию, что нужно создать информационную, социальную среду, где бы команды могли формироваться вокруг идей, организовываться, взаимодействовать, запускаться, привлекать инвесторов, строить, строить и в конечном счете воплощаться в жизнь. Вот именно из такой идеи, с таким посылом, вот именно здесь было предложено идее создать такую информационную среду, было сказано, возможно, это будет социальная сеть для изобретателей и инвесторов, а Владимир, услышав эту фразу, загорелся и сказал, «О, мне идея нравится, я хочу быть в проекте». И мы с ним работаем на этот проект. Ну да, мы с разными умными людьми обсуждали, что с этим проектом делать, и нам люди умные подсказали, не называйте это социальной сетью, потому что это уже не модно. Модно говорить об облачном сервисе. Ну действительно, по большому счету, то, что мы решили делать, это вот, давай повыше Г-цели. Повыше Г-цели. Укини. Вот. Диалоги. Нет, вот давай, у меня в левее было. Где-то ли цели, я в левее. Вот, вот, цели. Вот. Когда мы сформировали цели, ну там два варианта есть описания, да, то она измерима цель, там, в 2015 году, да, сделать то, что мы называем социальной сетью, с ресурсными, а вот дальше вот интересно очень идет, ресурсными сервисами для взаимодействия инвесторов и инноваторов, ну а также между собой, да, или там взаимодействия инвесторов, сотрудников, потребителей, так далее. Для чего, вот, как раз вот здесь включается сама смысловая составляющая, не важно, как называть, социальная сеть или что, это интернет-сервис, ресурс, для того, чтобы люди, которые занимаются инновациями, со стороны и тех, кто просто дает деньги, и со стороны тех, кто изобретает идеи, воплощает их, была возможность для сотрудничества, какой-то кооперации. Вот. Поэтому это все-таки, скорее, сервис, чем что-то такое. Да, в форме социальной сети, но здесь не развлекательная задача, а как раз именно рабочая среда. Вот. Но, тем не менее, мы для себя поняли, что делать это надо в образах игры, чтобы людям это было не скучно, не серо, а раздавало положительный эмоциональный ряд, положительную обратную эмоциональную связь. Вот. Для того, чтобы в этой сети было интересно не просто познакомиться, а уйти в офлайн или в какие-то другие сервисы, а чтобы в ней продолжать быть. Вот. Вот выше чуть-чуть еще. Еще чуть-чуть выше. Еще принципиальная штучка, которую мы для себя поняли, это вот, наверное, здесь, да, Димит, здесь. Мы когда стали разбираться с образами и с концепциями, которые мы несем, мы поняли, что мы практически отрабатываем концепцию коллективного интеллекта. Вот. То есть, то, что и присутствует, свойственно интернету, и всегда и было свойственно интернету, это коллективный интеллект. Это и база данных, и структурирование этой базы данных, и работа с данными, и обмен идеями, и достраивание идеи, их воплощение. Вот. Это ту концепцию, которую мы внесем своим проектом. Так. И некоторые вещи мы для себя вычислили, образы этой сети. Во-первых, она должна быть глобальной. То есть, надо сразу масштабировать ее на все человечество, которое пользуется интернетом. Отсюда вывод, что она мультиязычная должна быть. Понятно, что там должно быть какое-то разделение по интересам. То есть, некий образ супермаркета как будто виден. И она должна быть не помойкой, а создавать престижность какое-то пользование ей. То есть, это должно быть что-то, ценность представлять само по себе в участии в этой сети. Теперь вот давайте мы тогда сведем сейчас наш вопрос к интерфейсу. Почему? Потому что мы сейчас работаем над планом подготовки минимально ценного продукта. То есть, мы еще пока не знаем, что конкретно под этим заключается. Будет ли это какой-то программный код, где мог какой-то узкий функционал делать, или это будет всего лишь какой-то видеообзор возможностей. Но, тем не менее, мы бы сейчас хотели остановиться на образах интерфейса. То есть, какой должен быть интерфейс. Сейчас еще включи, где у нас интерфейс. А, отдельный интерфейс. Да, это в ТЗ было дальше. В ТЗ еще раз хорошо. А, вот интерфейс, вот он. Ну, некоторые вещи мы уже записали из того, что нам нагенерили. Это вот такие штуки, что интерфейс должен фиксировать роли участников. Возможно, рейтинг этих участников. Должна быть какая-то статистика изменений в сети, роста сети, и так далее. Проекты, люди, деньги. Это привлекательный домен. Это очень интересная была идея с четырехкромным экраном и большими кнопками под роли в сети, под роли взаимодействия. И это должен быть все-таки интерфейс должен быть такой, чтобы он распознавался инвесторами как удобно для себя. У инвесторов есть свои стандарты, уже там вымученные годами неуточных экспериментов, и поэтому они не хотели бы еще раз экспериментировать. Ну, очень консервативные люди сами по себе, поэтому для них он должен быть узнаваемым. Для них должны быть там какие-то коэффициенты должны быть посчитаны уже, если проект смотрит. Ну, то есть вот такие вещи, которые инвесторам привычны. Понятно, что там можно устраивать различные сервисы по генерации идей, так называемые, деревья позитивных ответов и так далее. Понятно, что надо применять инфографику, понятно, что то есть подавать информацию уже в разжеванном виде, не текстами, тем более, если эта сеть мультиязычная, здесь очень сложно и долго можно переводить что-то, какие-то культурные нюансы в каждой языковой культуре ловить. Поэтому инфографика она все это уравнивает до единых образов. Возможность выбора типа интерфейса очень интересная идея. То есть что заключается? Что как пользователь в принципе должен иметь возможность подстраивать интерфейс по себе. То есть это вот такая штука. Или система должна определять какой психотип с ним сидит и подстраиваться под ним. кому-то интересно кто-то инфографика, кто-то текст, кто-то таблички, кто-то структурные образы и так далее. Ну вот. Давайте поэтому предлагаем сейчас погенерировать. Давай я немножко сейчас раскрою последние вещи, которые мы пообсуждали, поговорили. Собственно говоря, у нас есть две интересных ролевых задачи. Мы посидели с Денисом тут поработали на днях, крутых людей. И определили, что у нас есть два образа. Интерфейс для инвесторов и интерфейс для изобретателей, условно говоря. Вернее сказать, функционал. Функционал. То есть, я просто хочу немножко добавить вот здесь про функционал. Например, что бы я хотел увидеть как изобретатель. То есть, это вот некоторое там совместное дисковое пространство, где есть файлы касаются проекта, ролей, библиотеки, ссылок. То есть, кроме того, главное, что бы я хотел увидеть, это стимулировать результаты умственной деятельности. То есть, в результате включения на этот сайт у вас повышается эффективность думания, эффективность мышления. Соответственно, эффективность формулировки противоречий, это ТРИЗовская система, усиление, устранение, уменьшение и другие ментальные способы. То есть, информация, соответственно, мышления, это мозговой штурм. Также, что бы я хотел обратить внимание, почему у нас целевая аудитория будет. То есть, это тоже, конечно, привязано к интерфейсу и к функционалу. То есть, предположительно, вот написано следующая вещь. То есть, потому что у нас уютно, комфортно, по-домашнему, удобно. Отсутствуют лишние затраты на, допустим, умственную деятельность, на организационную деятельность, на логистическую деятельность, возможно, еще на какую-то. Быстро достигаются результаты. Это самое главное, что бы хотелось в нашей социальной сети. То есть, получить быстро достигаемый результат. Потому что результаты, видно, что они измеримы в чем-то. Они эмоционально ощутимы. Они легко понятны другими людьми. Легко оцениваются по общепонятным правилам. Легко в том, прежде всего, признаются другими людьми. А значит, на них можно легко привлечь инвестиции. То есть, принимается решение о инвестировании. Быстро становятся популярными. Значит, они распространяют среди общества. И стимулируют принятие решения при соединении к проектной команде. Собственно, вот такие вот концептуальные задачки на интерфейс предполагается решать. А вот теперь уже можно генерировать. Я как раз надеюсь, на него приготовлюсь. И вопрос? Какой должен быть интерфейс? Да, вот чтобы вот такие вот функционалы решать, как вам кажется. Денисов? Очень интересная эта тема. И она очень несозвучна, поскольку что-то подобное в копилке есть. И в этом плане, на мой взгляд, когда я вот себе эти вопросы отвечал, я пришел к поводу, что лучше всего копировать архитектуру человека и понимание того, как устроен человек, положить на вынести в некоторый интерфейс. И тогда у меня есть гипотеза, что в этом случае интерфейс будет интересным и удобно. Классно. Денис? У меня есть одна идея, которая прям мечта. Я всем, кто создает какие-либо программы, я про интерфейс всем это говорю. То есть идея такая. В начале, когда человек открывает программу, должна быть одна красная кнопка. Две. Две кнопки. В которых он понял, что произойдет, если он нажмет на эту кнопку, и что произойдет, если он нажмет на эту кнопку. То есть вот только он понимает, что он сразу освоил базовый функционал этой программы, он уже достиг понимания, потому что тупняк по всем программам, твою мать, как здесь все работает. После того, как он освоил этот функционал, у него добавляется третья кнопка, а теперь ты еще и вот это понимаешь, о, теперь я знаю, и нажимается и это. Короче говоря, добавление кнопок и просто экран появляется предыдущая, а начинается с двух кнопок, вкл вкл. Понятно, круто, идея, Диман. У меня прямо самого цепануло, короче, посмотреть еще раз видеоролик, который есть с Денисом в самом начале и построить весь интерфейс вот то, как сделано на видео. А, круг целостности, вот это о проекте, следом выделяется блок, это соответственно то, что готов выделить капитан, соответственно он предоставляет возможность вот такую, человек заходит, я есть, я готов это закрыть, потом и так же альтернативы этого, альтернативы этого, сделали выбор какое будет действие. Мне кажется нужен форум очень удобный с множеством фильтров, с оценками ответов, с фильтрами по оценкам ответов, с фильтрами по значимости ответов, по полезности, по плюсам, минусам, то есть должен быть форум с кучей фильтров. Этот форум возможно возьмет на себя все функции вот этого сайта даже. Люди обойдутся без всего остального будет просто на форуме все решатся. Паша, в качестве такой фантастической идеи, если идти к машинному интеллекту, сейчас многие компьютеры, ноутбуки все, а компьютеры тоже можно через видеокамеру смотреть, как реагирует лицо, как реагирует значок, то есть на уровне 25 кадра или чего-то, предлагать разные интерфейсы, опять же просчитывать психотип, предлагать разные интерфейсы, или инфографика, или более текстовый табличный и смотреть на реакцию человека, что ему нравится, то есть на микродвижение, на подсозналовке, чего ему нравится, чего нет, и подстраивать органично под то, что ему нравится, чтобы ему было вот это понятно, вкусно и интересно. Круто. Дальше. Продолжение вашей идеи, я на другую руку идею поднял, но пока ты говорил, у меня в продолжении идеи, еще здесь короче такой вот специальный такой нюхальчик, в зависимости когда ему нравится, у него запахи еще запахи подойдет, если он нравится, у него еще запахи идут. А если не нравится, то тоже запахи. А если не нравится, то другие запахи. Короче, программа реагирует запахом на эмоцию, которая у него в голове возникает. Сейчас, погоди, у меня другая идея была, это как бы по поводу Паши, это самое. А моя идея была, а, ну, звуковое управление, то есть управление голосом. То есть если интерфейс, то он сел, короче, поверни, развернись, жопа, неинтересно, развернись, перелеснуться. Жопа сказала, что он на сайте ушел, На сайте на сайте грызнулся. Петр, кнопка приватирует жопу. Вопрос на предложение насчет монетизации, продумать, как будет получать прибыль как от сайта. Как монетизировать. Я хотел бы усилить в плане целостности, то есть добавить еще ролей, потому что обычно изобретатель и инвестор, они живутся между собой, они мыслят противоположными к себе и поэтому вот эта система она будет несбалансирована, и для того, чтобы сбалансировать, нужно добавить туда собственников, они мыслят циклическими мозгами проектировщиков добавить, они мыслят начало на концом и тогда в принципе и нужен еще переводчик, который будет это все улаживать и переводить с одного языка на другой. Вот это как некоторый интерфейс может иметь место в этом. Менеджер, да? Переводчик-менеджер можно назвать? Нет, ну не менеджер, собиратель целостности. Давай назовем его владителя слово ладно. Хорошо, не русское слово берем. Укладчик, да? На, ладчик. Укладчик, понятно. Следующая идея. Может, судим, нет? Нет, у меня пока тоже нет мысли. Давай я скажу. Давай. Третий интерфейс, я услышал только два, это инвестор-изобретатель, а еще интерфейс для пользователей. То есть, ну, просто рассмотреть вариант создания еще интерфейса для пользователя. А, ну, интерфейс, собственно говоря, то есть, ты заходишь, ты говоришь, кто? Я инноватор, и под инноватором один интерфейс. Кто? Я инвестор, и под инвестором другой интерфейс. Да, под специалистом отдельный, под пользователя один. они не пересекаются. Они разные. Они могут пересекаться, но они разные. Ты можешь выйти и в тот интерфейс, и в этот интерфейс, откуда хочешь. Да, 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 да. Почему так много людей играют в игры? Потому что там проживается в реальности, ну, в виртуальной этой реальности, то, что можно прожить. и сделать это как игру, вот в чисто виде, есть же стратегии различные. Вот там настолько, ну, они тут туповаты, потому что это оторвано от реальности. Сделать, ну, да, есть разные. И вот сделать как интерфейс, обычной стратегии игры. Бродилка, такой раз, пошел по бродилке. Нет, есть бродилка, это твоя идея, а моя стратегия игры. Вот даже взять тот же самый огород тупой, там, или как она? Вот интерфейс игры. Ясно. Там монстры всякие, там вот эти все вещи. Мы приходим в замки. Варьинштейн. Но изначально, когда я думал про уютно, я думал как раз про избушку. Избушка типа бродилка. Так и вот эту игру наполните образами, которые вы видите. И люди, если им эти образы нравятся, они туда заходят. Владислав, есть знакомая девушка, фрилансер из Барнаула, которая работала на компанию, разрабатывая игры компьютерные. Ну да. Придумать так, вот дополняю Диму, придумать такой формат, что инвестору интересна идея, и он хочет ее как-то прокатать. И вот эту идею, вот именно как стратегию запустить, пусть народ играет в нее, но параллельно там просчитываются, как бы делаются такие находки, которые в реальном инвестиционном проекте многие вопросы будут закрывать. То есть творчество народной массы, она может что-то там придумать. То есть они играют в игру, это им интересно. Вот. А инвестор, во-первых, может здесь проследить, насколько это интересно, вот это решение, насколько оно как бы такое «бьет», что называется. И вот другие спорные вопросы. Я хочу усилить всю эту систему, усилить прикладным телом, потому что те процессы, которые вы здесь рассматриваете, это инвесторы, изобретатели, это вспышка такая происходит. А человек, он живет жизнь 24 часа в сутки. И в это время вспышки, ну и хорошо, если в день там несколько раз произойдет, а может вообще не происходить. И поэтому добавить туда повседневной какой-то высокочастотной тусовки, и финансово-зависимой, для того, чтобы по большому счету этот мозг мог существовать. Регистрация облегченная через соцсети. Ясно. Классно. По поводу престижности тема, по поводу престижности. Проекты только от определенной суммы доходности. И на сайте размещены только реализуемые проекты. То есть мусора быть не должно. И мелких проектов быть не должно. Это даст определенный уровень престижности и интереса для инвесторов. И уже как бы задаст планку для изобретателей. То есть, что, ну, если выходим на бабло, ну, то на конкретно... то есть на самом деле несколько уровневая игра. То есть, есть слой, где играют все, всякий мусор и всякое такое, но есть селитарные слои, где вот идеи кристаллизуются, где более крупные инвесторы плавают и так далее, и так далее. Андрей, я предлагаю сделать ролик путеводитель по интерфейсу. В виде бродилки. Да, в виде бродилки, которая объясняет всю вот эту внутреннюю начинку. Внутреннюю начинку сделать в виде целостной системы, которая может быть к саморазвитию введена. И из конкретного данного инвестора предлагаю сделать разные уровни. То есть, сделать личный уровень, сделать семейный, бизнес уровень, территориальный, и можно входит до международного. И это позволит рассортировать проекты по разным корзиночкам. Время завершилось. Последняя идея, Павел. Вот была сказана фраза, что можно на разные интерфейсы инвестора или новатора переключаться. Так вот, новатору переключиться на интерфейс инвестора и услышать голос как бы такого собирательного инвестора, что он думает про мой проект. То есть, какую-то обратную связь тут же получить. Переводчик. Круто. У меня просто образ такой, хоп, инноватор заходит, а там такой голос как твой проект. Идея есть. Значит, в качестве интерфейса положить образный язык и в виде образов дать целостное описание экономики всех четырех бюджетов инвестиционного инвестиционного ДДС, ДДР и ДБЛ и объяснить на уровне картинок, мультяшек, в чем смысл, что это такое. И это позволит общаться с инвесторами на одном с ними языке. Самое последнее. Еще есть же минимальные продукты, вот эти усиления это можно уже продавать ролики отдельно, потому что они уже там продавать ролики, которые про бюджет и про какие-то маленькие ролики и их отдельно продавать, потому что это круто, для познания экономики, для развития детей, инвесторов и ролики продавать отдельно. Все, последняя идея. Уже сейчас надо начинать вести видео и открыть свой журнал, открыть свой сайт о том, как мы создавали всемирную новую всемирную сеть. И вот прям по шагам начинать выкладывать, что произошло за неделю там это, то есть уже сейчас формировать пул тех людей, которые будут к вам присоединиться, путем устроить шоу из того, как вы сейчас преодолеваете те препятствия, какие у вас мысли, какие идеи и как это вообще происходит. Я предлагаю встретиться и обсудить, может мы сольемся с нейросети. Уже очень даже легко. У нас открытый проект. Мы, кстати, это ищем по команду. открывающие. Есть друзья, ваши 20 минут завершились. Что было ценного для вас за эти 20 минут вот сейчас? Ну, безусловно, ценно идет хорошая генерация, мощная, энергичная, прям чувствуется, что он представляет, представляет, проект набирает энергетику. Ну, скажем так, я вот так скажу себя, да? Нормально. То есть, нормально. Периодически возникает мысль, что что-то я устал от этого проекта и вот такие вот эти, смотришь, слушай, ну, что-то как-то я идиот по-моему, что я устал от этого проекта, там столько энергии, там просто вот сойдутся и все. И все, уже хорошо. Как бы я начинаю понимать, зачем я вообще это ничего. оцените наш клиотик. Крайне непросто оценить, потому что... У меня 5. Оцент 5. Ну, ты уже оценил. Все, ну, давай. Вот сначала, да? Про дерево экранов это две кнопки, то, что ты говорил. Это такая интересная тема отдельная. Так, про счет психотипа через видеоанализ. Это вот Павел говорил. И игры с идеями, прогностика как игра. Это вот я не помню, кто говорил. Это нет. Тоже говорил. Вот повседневная высокочастотная тусовка, это вот Андрей говорил. И, блядь. Я бы понял, про что теперь этот разговор. Я бы думал об этом, но понял тебя точно про что. Почему люди сидят в Фейсбуке там сутками просто не вылезая. Искуро. Из-за вот этой высокочастотной тусовки, которая им позволяет получить удовольствие от того, что они причастны к событиям. Ну, это подмена реального мира виртуальным. Ну, это засада. Это засада, потому что она не несет в себе никакого развития. А здесь-то как раз есть развитие. Здесь ты работаешь над идеями, у тебя лента идет новостей, и ты теги свои ставишь, и ты уже все, ты в теме, ты работаешь. Надо что-то в спортзал ходить успевать. Каждый раз свой спортзал. Так, и смена ролей, перемена вот инноватор-инвестор, это Павел говорил, да? Это вот тема. Собственно говоря, Павлу тоже еще достается за. За. Или не Павлу. Или не достается. Нет, первая, первая идея, сейчас я вспомню. А, да, это я немножко скунул. Это Андрей за то, что копирование по типу человека. То есть, собственно, вот эта идея срезонировала со мной, я как бы ее думал, но она не звучала конкретно прям так. Вот, классно. мне понравилась идея про то, что изобретатель и инвестор может посидеть, послушать, что думает изобретатель про инвесторов. То есть, сгенерить усредненного инвестора и усредненного изобретателя. Это классная идея. у меня осталось три ящички. Фильтры. Фильтры. Это вещи ценные, полезные, нужные. Собственно говоря, признаю, пусть будут престижность, ценность за то, что кто должен быть престижным. Дамкишон. Да. Так, и у нас тут, по-моему, еще есть очень хорошие две вещи. Я вот не знаю, кому из вас выбрать. Я Диме выдам за видеомультяшки. что их можно просто продавать. Ну что ж, давайте поблагодарим и поддержим капитанов. На этом на сегодня капитаны Кольца